МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города. В студии Ирина Потехина. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Лето, пара ремонтов, где уже строители приступили к работе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять поджог или случайность? В Средь бела дня в Ноябрьске вновь горел автомобиль. И скорее к морю в летний отпуск отправились дети сотрудников Газпромнефть, Ноябрьск, Нефтегаза. В городе началась пара ремонтов. Открыли ее специалисты Энергогаз Ноябрьска. В эти дни на Высоцкого полным ходом идет ремонт магистральных теплосетей. Причем без ущерба для потребителей. Пока рабочие приводят в порядок тот участок сетей, который не влияет на подачу горячей воды в квартиры горожан. Приступили уже к ремонту магистральных сетей. Участок без ущерба вывели в ремонт. 370 метров, 30% трубы уже в наличии. То есть, я думаю, в июне месяце мы там этот участок закончим. Ремонты начались и в городских учреждениях соцкультбыта. Так, в единственном клубе в дальнем СМП «Магистраль» в этом году будет завершен ремонт внутри здания. Интересную задумку клубных работников караоке-баров дирекция муниципального заказа обещают воплотить в лучшем виде с красивой отделкой и хорошим оборудованием. На эти цели в городском бюджете предусмотрено около 29 миллионов рублей. Правда, этих денег не хватит для того, чтобы в порядок привести еще и внешнюю часть здания. Так что с фасадом, как минимум до следующего года, придется повременить. Но зато магистраль, наконец, начнет функционировать не в ремонтном режиме, как все последние годы, а в полном объеме. Примерно такая же ситуация и во дворце молодежи или старом клубе «Газовик». Здесь тоже весь фронт работ развернут внутри. Но зато после многолетнего простоя оживет та часть здания, где расположен зрительный зал и сцена. Работы во дворце уже начались, и бюджету они обойдутся в 19 миллионов рублей. Там мы вентиляцию будем выполнять, электрику, отделочные работы. Там у них этот актовый зал со сцены хороший. О них можно там фильмы показывать и ребятишкам заниматься. Должники могут спать спокойно. Кредиторам запретили нарушать покой людей, задолжавших деньги, с 11 вечера до 7 утра. После 7 утра уже можно напомнить о долге. Но делать это нужно корректно и уважительно. Агентства не имеют права использовать запрещенные законом методы взыскания задолженности, в том числе причиняющие вред жизни или здоровью. Кстати, по данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, самыми ответственными заемщиками считаются женщины в возрасте от 50 лет, а вот мужчины от 30 до 40, напротив, частенько по кредитам должны. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, уровень образования серьезно влияет на ответственность плательщиков. Среди должников только 19% имеют высшее образование. Еще один фактор – наличие поручителей. Исследования показали, должниками становится всего чуть больше 7% людей, имевших поручителя при оформлении кредита. И почти 93% должников – это те, кто получили кредиты без поручителя. Кроме того, только треть должников проживает в городах-миллионниках, остальные – в более мелких населенных пунктах. Депутаты Госдумы определили цену на так называемые красивые номера. По мнению законодателя, необходимо легализовать продажу регистрационных знаков с запоминающимся сочетанием букв и цифры. Во-первых, деньги от реализации номеров будут пополнять государственную казну. Во-вторых, уверены парламентарии, это позволит искоренить коррупцию. Проект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительство. Еще один автомобиль в Ноябрьске пострадал сегодня от огня. Во дворе дома по улице Советская загорелась иномарка. К моменту прибытия пожарных в машине вовсю пылал салон. С пламенем огнеборцы справились быстро. Однако автомобиль спасти не удалось. На месте происшествия побывал наш телеоператор. И вот что ему удалось запечатлеть. На момент прибытия наблюдалась горячая. Горелый автомобиль от Тойоты Королла. Горелый автомобиль по всей площади. Была угроза распространения на ряды стоящих автомобилей Хонда Аккорд. Через три минуты пожар был ликвидирован. На пожаре были задействованы две автоцистерны, шесть человек личного состава. Сегодня днем на улице Магистральной столкнулись «Десятка» и маршрутное такси. По словам водителя «Газели», он ехал по Магистральной прямо. В этот момент женщина, водитель «Десятки», стала отъезжать от остановочного комплекса. По правилам, она должна была предоставить преимущество. Однако этого не сделала. Водитель маршрутки такого резкого маневра не ожидал и среагировать не успел. В аварии пострадала водитель отечественного авто. Лечение ей не назначено. Пассажиров в «Газели» не было. А накануне вечером на промзоне столкнулись «Тойота Спасио» и грузовик «Исузум». Как выяснили инспекторы ГИБДД, водитель грузовика не предоставил преимущества легковушки, которая двигалась по главной дороге. От удара «Тойоту» отбросила в сторону, и машина врезалась в дорожное ограждение. Водителю легковой машины понадобилась помощь медиков. Ему назначено амбулаторное лечение. Попытка угнать «КамАЗ» оказалась неудачной для двоих жителей Ноябрьска. Молодые люди, 20 и 22 лет, решили без ведома хозяина прокатиться на грузовике. Дабы не нарушать покой владельца «КамАЗа», машину они угнали глубокой ночью. Однако практически сразу были задержаны сотрудниками ДПС. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками отдельной роты ДПС по горячим следам было установлено местонахождение вышеуказанного автомобиля. Также были задержаны двое подозреваемых в совершении угона автотранспортного средства. Ими оказались ранние судимые жители города Ноябрьска. По данному факту следственного дела возбуждено уголовное дело по статье 166 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Совет директоров «Газпромнефти» принял стратегию развития компании до 2025 года. Приоритетами «Газпромнефти» в сегменте добычи остаются сохранение лидирующих позиций при реализации проектов на севере Ямала, работа на шельфе, вовлечение нетрадиционных запасов за счет применения передовых технологий и активное развитие за рубежом. Как отметил председатель Совета директоров «Газпромнефти» Алексей Миллер, компания остается одним из лидеров по эффективности в российской нефтяной отрасли и намерена сохранять эти позиции в будущем. А разработанная стратегия определяет задачи и вызовы, которые стоят перед компанией и формируют прочную базу для дальнейшего расширения масштабов и географии бизнеса, обеспечивая вхождение в число мировых лидеров по глубине переработки нефти, значительное увеличение акционерной стоимости и устойчивое развитие компании до 2025 года. Добавлю, что назначена и дата проведения годового общего собрания акционеров «Газпромнефти». Оно состоится 7 июня, а 28 июня в Москве пройдет годовое общее собрание акционеров «Большого Газпрома». Повестка утверждена, президиум сформирован. Нестандартные идеи. В «Газпромнефть» в ноябре с нефтегазе стартовал конкурс в сфере интеллектуальной собственности. Впервые конкурс проводился в 2002 году и за 10 лет количество участников выросло в разы. Ведь такие конкурсы – это прекрасная возможность заявить о себе и внести свой вклад в развитие общего дела. За годы существования конкурс значительно окреп, увеличилось количество номинаций, вырос призовой фонд и обновился состав участников. Как правило, на одном проекте сотрудники не замыкаются. У них каждый год появляются новые идеи, которые они готовы представить на суд профессионалов. Конкурс у нас проводится с 2002 года. На начальном этапе конкурс был по одной номинации и очень, скажем, ограниченным только в направлении добычи. Поэтому сейчас, на протяжении вот этих 10 лет, была усовершенствована сама система, процесс вознаграждения. И сейчас у нас номинации 6, даже 8, но по двум направлениям. Это в аппарате управления и среди персонала цехового. Руслан Шакуров будет участвовать уже во второй раз. В прошлом году он презентовал свою идею, как с помощью современного оборудования избежать разливов нефти на трубопроводах. Чему будет посвящена работа этого года, Руслан еще не решил. Мыслей очень много. В процессе нашей производственной деятельности, вне зависимости от должности, мы всегда сталкиваемся с проблемами, задачами, которые нужно решать. Порой в голове рождаются замечательные идеи, которые могут решить эту проблему. Это не обязательно какой-то ноу-хау или изобретение. Может быть, идея применения существующих технологий, которые пока, или материалов, которые пока в нашей компании не применяются, мы могли бы стать решением насущных проблем. К слову, порядка 90% инновационных предложений затем находят свое воплощение на производстве. К таким относится проект Александра Смолина, чья идея применения деэмульсаторов для снижения линейного давления в промысловых трубопроводах успешно реализуется на отдаленных месторождениях. Вот этот конкурс интеллектуальной собственности, он уникален тем, что он дает право и возможность любому сотруднику, любого подразделения, цеха, неважно какой должности, можно на бумажке написать карандашом свою идею, и она найдет своих слушателей, найдет, скорее всего, свое применение. Помимо того, что участники конкурса могут и наблюдать результаты своих трудов на производстве, все победители и призеры получают солидное денежное вознаграждение. В этом году общий призовой фонд составил полтора миллиона рублей. Кроме этого, авторы лучших проектов смогут в дальнейшем принять участие в окружном, областном и общероссийском этапе конкурса в сфере интеллектуальной собственности. Оксана Балуна, Оксана Зайчукова, Виталий Харченко. Новости нашего города. А дети сотрудников «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» отправились в летний лагерь. В этом году ребятишки отдохнут в лагере города Анапы. Большую часть расходов на летний отдых, как обычно, берет на себя предприятие. Родители оплачивают только 5% от стоимости путевки и от 25 до 50% дорожных расходов. В этом году наши дети летят в санаторий Вита, город Анапа. В этом году у нас отдохнут 87 детей. В первую смену у нас улетает 32 ребенка. У детей отличное настроение, все в преддверии отдыха и солнечного моря. Новости нашего города в топе Ютуба. Из-за этого кадра ДТП с видеорегистратора, который в понедельник в нашу редакцию принес жители города, а мы выложили на нашу официальную страницу в Ютубе, на некоторое время возглавили рейтинг самых популярных видеороликов страны. Речь идет о ДТП, которое случилось в субботу в одном из жилых дворов по улице Дзержинского. Сначала водитель такси задел Тойоту. Заметив, что видимых повреждений нет, он попытался скрыться с места аварии. Правда, попытка уйти от ответственности оказалась безуспешной. Он зацепил еще четыре автомобиля. При ударе о последней его машина перевернулась. В общем, приключения неудачливого таксиста из Ноябрьска вызвали бурю эмоций и отзывов интернет-пользователей. По различным соцсетям видео распространилось мгновенно. Только на нашей официальной странице в Ютубе за двое суток ролик был просмотрен 260 тысяч раз. Присоединяйтесь к нам и вы, будьте в курсе событий и не забывайте делиться интересным видео. Присылайте его в нашу редакцию, мы покажем его в новостях, выложим в соцсети и, возможно, завтра именно ваше видео прославится на весь мир. И это была завершающая информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды. Я желаю вам всего самого хорошего. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. «Потис sells». 6 июня в Салехарде без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура 10 градусов выше нуля. На Муравленко-Паскоры, но возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура плюс 12 градусов. На Ноябрьске облачной возможен дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура 11 градусов тепла. Продолжение следует...